Пошла запись Как мы все уже знаем с вами Земля плоская Мы живем Под куполом Под куполом живем Высокий купол, больше 100 километров Космоса нет Это все на экране, огромный экран, как планетарии Звезды Там за куполом живут рептилоиды И МКС тоже нет Обратите внимание Убедительное доказательство того, что космоса нет И МКС тоже нет На этом экране показывают Якобы космонавтов Которые якобы висят в невесомости Там где-то наверху в космосе болтаются И здесь приводятся Такие разоблачения, что он все время поджимает ноги Они все время передают какие-то предметы Предметы одни и те же плавают туда, куда-то сюда И предметы эти нарисованы Компьютерной графикой Они на зеленом фоне вообще сидят И на тросах подвешены все эти ребята И они вообще, обратите внимание, они вообще очень странно Всегда все сидят, все эти космонавты И они как-то странно очень Висят как-то Они сидят на каких-то тросах Как будто действительно Ну как-то странная такая невесомость Типа якобы Слабый пресс помешал старику крутануть сальтуху Ему пришлось облокачиваться Но сейчас я вам покажу атлета По-настоящему с железным прессом Сейчас он покажет Вот этот атлет с железным прессом I love moon and back I love you to the moon and back Точно голод, парень, твои ноги почти не дрожали Но что-то с твоим нетерпением Да, ноги дрожат как-то Ноги дрожат у него Висит на тросиках студии Вот, ну в общем этих роликов Вот таких вот Их очень много Вот, где разоблачаются Вы в дом, под куполом Разоблачаются все эти космонавты На МКСе И вы можете в ютубе погуглить МКС нет, нет космоса Там дофига роликов И очень убедительно Там даже есть такой ролик Где астронавт Он как бы в космосе Вот, и его снимает Как будто другой астронавт А в отражении его шлема Вот забрал этого шлема стеклянного Там видно И даже приблизили Видно там Улицу и павильон Выход из павильона И там оператор его снимает В отражении Это видно Вот, так что Вся эта наша космонавтика Это же просто Голливуд чистой воды И обратите внимание Сколько уже лет прошло С момента Когда стали Покорять как бы космос Когда полетели первые спутники Когда полетел Гагарин Это же было 60-е годы Конец 50-х Начало 60-х годов Уже изобрели ракеты Которые могли лететь в космос И мы до сих пор Никуда не долетели Что мешает нам это сделать Я думаю Что вот Наверное Что-то мешает Это что-то очень серьезное Объективное Потому что Мы сейчас пошли по пути Развития Большего электроники Электронного удавки Электронного рабства Машины Автомобили Все больше останутся электронными Скоро они станут роботизированными Вот И наверное Все сложнее будет изображать Покорение космического пространства Хотя Компьютерные спецэффекты Достигли такой реалистичности Что Наверное Ничего сложного в этом не будет Все будет сниматься Как и снимался Здесь этот космос В павильонах Будут сниматься Так же всякие фильмы Или как мы полетели на Марс Никакой Марс Мы не полетели На самом деле Нет никакого Марса Никакого космоса нету Очень странное Поведение Очень странное Поведение провода Выточной в невесомости Но провод как будто бы леской Дергают В ней микрофон И провод так дергается Вверх-вниз Как будто на леске И вся эта невесомость Это похоже Чем больше этих роликов Смотришь кстати Тем больше убеждается Что действительно нету Никакого этого Космического поколения Спецкого пространства Ведь за сто лет Например автомобили Развились очень хорошо Какие они были И какие они стали Хотя конечно Так осталось Резиновые шины Четыре колеса Двигатель внутреннего сгорания Просто изменился дизайн Больше управляющей электроники И осталось все больше и больше Сейчас мы уже переходим К электромобилям Активно Тогда почему же Не развелись Ракеты и космические корабли Которые могли бы Раздеть просторы Космоса Небольшого театра Космоса Вот непонятно тогда Возникают вопросы Что мы до сих пор Никогда не долетели До сих пор нет базы на Луне До сих пор Мы не летим другим планетам Хотя прошло столько лет И появились всякие новые материалы И я думаю Принципы двигателей Ракетных Или каких-либо еще Которые позволяют Путешествовать В безвоздушном пространстве В космосе Уже могли бы как-то Развиться Модернизироваться Измениться Вот в чем дело Что за куполом Плоской земли Под которым мы живем Как уже всем нам известно Доказательства Уже не требуется В ютубе Все доказательства Приведены Что мы живем на плоской земле Абсолютно все Я думаю Что этот наш купол Находится Там сидит Какой-нибудь рептилоид Ну или какой-нибудь Еще непонятный Кадр Верховный Там бог Жрец Кто угодно Вот И просто сидит за столом На столе этот купол Мы там как мелкие молекулы Тут себе живем А он там оттуда Смотрит на нас Смотрит на нас Ну смотрит Изучает Как хомяки У нас живут в аквариуме Или еще какие-то Тараканы в банке Знаете Вот или рыбки Ну или рыбки Также и это Вот Возможно Таких миров много Это может быть У каждого Этого рептилоида Условного Домашний Такой собственный Мирок аквариум Купол там какой-нибудь И он с ним играет Вот Вот так вот Это может быть Почему он с ним не играет А все как-то само собой Просто он умер Уже там сидит Мертвый А мы под куполом Тут живем Окруженный Ледяным поясом Антарктиды Как везде уже доказано Вот Либо Вот как они Видите как они классно летают Туда-сюда Они летают Как-то висят Очень странно Разберем поподробнее Вот я хочу найти такое видео И где именно астронавт У него отражение Что меня совсем прибило Отражение действительно Там павильон И оператор стоит Я сейчас попробую Найти это видео А может и на самом деле Космос есть А кто его знает Вот прыгает этот мужик Из стратосферы Так-то вроде Ничего и не было Сказано Планета Горизонт на уровне глаз Всегда Это доказывает Что Земля плоская Сейчас приблизят Например Суда Которые не видны За горизонтом Вот приближаем Оптикой просто Вот Судно Пожалуйста Видно Оно никуда не ушло Ни за какой горизонт Оно видно Вот оно судно Видно Можно еще приблизить Вот Судно видно Хотя его с берега Не видно вообще Потому что оно Маленькая точка А оптика видит Ну и значит Если Там просто уже За счет атмосферы Уже нету видимости И поэтому нет никакого закругления Вы никогда не видели кривизну Земли Своими глазами Правда счастье в том Что вы никогда не видели Землю Ну надо же как-то Разницу Отличать Правда счастье в том Что вы никогда не видели Землю Своими глазами С такого ракурса Да С такого ракурса Мы никогда не видели И никогда не увидим С такой высоты Землю Потому что мы не имеем возможности Ни на чем туда полететь И проверить это Вы никогда не видели кривизну Земли Своими глазами Не врите Что вы ее видели с самолета Ну вот я совру Я видел с горы Кривизну моря Я залезал на гору Под Геленджиком и видел кровизну моря, на самом деле. Вы никогда не ощущали никакого движения Земли? Ну, землетрясения бывают. У нас не бывает здесь. На самом деле, у вас нет никаких объективных причин считать себя потомками обезьян, живущимися на вращающемся шаре. Вы верите во всё это только потому, что вам так сказали. С самого вашего рождения вас насильно сделали членом оккультной антирелигии под названием гелиоцентризм. Вы бы никогда не подумали, что живёте на шаре, который вращается, если бы вам с самого детства это не внушали. Ну, это да, я бы никогда так не подумал. Я вижу, но я живу на Земле, и как бы Земля такая плоская, плоская, что уже не требует доказать. Так, что ещё нам тут сейчас напишут? Это самые убедительные ролики. Но вообще забудьте, забудьте всё, что вы здесь увидели. Ведь вы образованные люди, знаете, что никаких теорий Загора не существует. Вы знаете, что этого не существует. Масонные иллюминаты просто глупая страшилка. Вот это тоже правда. Но это на самом деле нет никакого масона иллюмината. Дисней замечательной компанией Теременов. А, вон как смотрит этот Дональд Дак, девочки туда смотрят. Может, это фотошоп такой. У нас и других космических агентств работают кристально честные люди, которые не могут врать вам. Так, сейчас у них тут какой-нибудь предмет будет или что-нибудь такое. Так, тут музыка играет. Всё в порядке, можете спать спокойно. Вы в матрице, мы в матрице. Ну вот это серьёзный очень блогер, плоскоземельщик. Он всякие фрагменты карты сравнивает и видит, что одинаковые куски нарисованы. Ну как графика. Как графика в играх. Повторяюсь, например, газон нарисован одинаковыми кусками. Этими шейдерами или как это называется. Так же и наш земной шар. Вот он нашёл, что куски одинаковые. Океаны повторяются, облака. Всё повторяется. Это очень, конечно, это очень серьёзное наблюдение, кстати. На самом деле, они взрываются. В итоге. Вам просто им показывают. Они взлетают, пролетают какое-то время, небольшое, а потом они взрываются, потому что они не могут никогда вылететь. Потому что никакой космической программы не существует. Начнём с того, что все астронавты, которые на МКС присутствуют, они все масоны. Кто такие масоны, я думаю, вы знаете. А для тех, кто не знает, задолго объяснять. В общем, тайное общество. Помните, есть эрронные ритуалы. Все масоны. Ритуалы, сдачи, принятия поста, скажем так. Есть определённые атрибуты, которые они носят с собой. Есть знаки, символы. Мир им не правят деньги. Мир им правят символы. Сейчас вы на всех экранах видите процесс сдачи приёмки, скажем так, поста на МКС. Обнимание на руки. Это ритуал. Самый настоящий ритуал. И сколько бы вы не смотрели этих процессов передачи приёма поста на МКС, когда сменяется одна группа другой, всегда будет одно и то же. Потому что это есть ритуал. Ритуал, который осуществляют товарищи масон, которые нам дружны будут. В 2001 году наша станция Мир была как бы уничтожена. Скажите себе, или лучше так, задайте себе вопрос. Вы помните, как строили МКС? Реально. На самом деле нет. Её очень быстро построили. Буквально за пару лет она вдруг появилась. Хотя по своим размерам она в несколько раз больше нашей станции. Она размером с футбольное поле. Она около 70 метров в длину и в ширину около 60 метров, по-моему. Это огромное гигантское сооружение, которое, по идее, выстраивали модулями. Но если мы посмотрим внутрь этой станции, окажется, что никаких переборок там нет. Это цельная станция, чего, по идее, быть не может. Я уж не говорю о том, что это элементарно небезопасно. Малейшая пробоина в одном из отсеков и смерть наступит сразу везде, потому что невозможно задраить люки, чтобы как-то изолировать пробоину. Это ведь как-то странно, правильно? Но идём дальше. Давайте посмотрим на людей, которые находятся там, на астронавтов. Очень убедительный чувак. И шанс того, что он прав, ровно 50%. Мир таков. Мир наш окружающий, он странен. И он таков. Это можно всё проверить, что он там несёт. Хрень, ересь, чушь. Да может и правду. Кто знает. Скажем так, искусственные моменты. Начнём, пожалуй, с гравитации. Сейчас, видите, на северканах, как некая группа людей, садится в самолёт, и этот самолёт, обычный самолёт, разгоняется на большой скорости, высоко в небо поднимается, и там появляется невесомость. И люди, соответственно, в этой невесомости могут делать всё, что угодно. Это реально. То есть это реально. Для того, чтобы в невесомость попасть, совсем не обязательно вылетать в космос. Гравитация там какая-то. Нет, пожалуйста. Вот самолёт развил скорость 0G, пожалуйста, вот гравитация. А теперь сравните космонавтов, астронавтов и этих людей. По большому счёту, это одно и то же. Потому что никакой МКС нет, а она есть в самолёте, который просто разгоняется, и там происходит элементарное невесомость. Задайте себе вопрос. Зачем, или скажем так, почему, если существует МКС в космосе, не сделает там искусственную гравитацию, ну, точнее, искусственное притяжение вот внутри корабля, зачем эти астронавты вот там постоянно болтаются, ведь при такой работе невозможно ничего. Извините, нормально в туалет стоять. Нормально в туалет не возможно стоять. Интересно, наши астронавты, космонавты, они тоже масоны? Интересно, масоны ли они? Кто-нибудь знает, напишите мне в комментариях. Нельзя. Нельзя. Нельзя нормально, нельзя. Побриться нормально, нельзя. Вообще ничего сделать нельзя, потому что всё сразу начинает летать, вода начинает летать и так далее. Я уже не говорю о том, что эти люди не могут элементарно там мыться, а ведь они, по идее, проводят на этой МКС по полгода, по 10 месяцев. Но всегда, когда передают различные сообщения, они чистенькие, свеженькие, гладковыбритые, улыбающиеся, с чистыми волосами. Вы себе представляете, что такое для женщины, имеющие огромное количество волос на голове, длинных, помыть их в условии невесомости. Вот этот кадр я понял, как снимали. Она висит кверх ногами, камера перевёрнута, и у неё волосы вниз, и она вот, короче, вот так вот там это, причесывается. Ну, вы поняли. В павильоне она висит кверх ногами, камера снимает. Вот. Ну, вы поняли, короче. Очень интересно. Это когда грязная вода, ведь человек грязен сам по себе. У нас жир, да, на нашем теле, волосы постоянно отпадают. Мы постоянно теряем волосы. У кого он есть, конечно, да? Вот. Леснички там отпадают. Ошелушивается кожа. Ведь вы знаете, что 90 или даже 100% пыли это наша кожа, ну, вот в квартире. Ну, большое количество. Это грязь. А в условиях замкнутого пространства, небольшого, в котором находится 3-4 человека, за 10 месяцев, вы себе представляете, какой там будет ад? Это будет просто выгребная яма, вонючая дыра, в которой будет просто ужас. Но при этом, когда мы смотрим на видео, ничего такого нет. Как они там бреются? Как принимают душ? Ну, хорошо, не душ, но как они моются, например. Вы просто представьте. Вот один астронавт, женщина, пытается вымыть волосы. Вот она из тюбика выливает воду, которая тут же летает, и она моет волосы, соответственно, у нее разлетается грязная вода, вода с жиром, которая потом уседает на стенах их корабля. Ладно, тут он что-то начинает очень много про всякие говорить, экскременты, говно и прочие эти отходы наши. Перемотаем чуть-чуть. Вот тут какие-то домики, может здесь интересно будет. Вас научить определять, на какой объектив снято то или иное видео. В данном случае у нас здесь есть ролик, на котором хорошо видно, как ребята запускают на надувном шаре, видно, что это объектив широкоугольный. Я позже покажу, как вам отличать обычный объектив от широкоугольного. Потому что не может быть такого, что Земля будет становиться вогнутой, потом выпуклой, вогнутой, а при проходе через центр она будет прямой. Хорошо, видно, сейчас было на высоте. Вот, отличный кадр. То есть видно, да, что полукруг Земли. Соответственно, что это означает? Это означает, что это, во-первых, может быть, а, действительно Земля полукругом, либо, б, Земля прямая, но используется широкоугольный объектив. Но мы с вами видели, что в начале пуска объектив был широкоугольный. Если произойдет полное выпрямление линии горизонта, тогда можно будет судить о том, что, в общем-то, на этой высоте Земля ровная. В данном случае мы этого сделать не можем, потому что объектив прицепили таким образом, что он все время клюет носом в сторону Земли, и поэтому мы это не подходим для цели определения реальной кривизны Земли. Ну вот, они поднимаются уже повыше. И здесь тоже точно так же хорошо видно, что... Сейчас маленько камера вверх поднимется, может, получше будет видно. Где-то здесь был момент очень интересный, мне нравится. Вот, очень хорошо видно сейчас было. То есть, идеально было, только что видно. Линия горизонта, если объектив клюет носом в сторону Земли, начинает становиться выпуклой. Если бы объектив поднялся вверх, то, соответственно, была бы вогнутой. Это особенно широкоугольный объектив. На следующем видео я продемонстрирую вам, как работает не широкоугольный обычный объектив, и вам будет уже понятно, как это работает. Вот у нас есть следующий запуск. Вот, смотрите, ребят, уже с первых кадров сразу же становится видно, что в данном случае используется обычный объектив не широкоугольный. То есть, здесь нет искривления, как видите, объекты объективом. Уже при запуске все так было полукругом. А здесь и на низкой высоте линия горизонта прямая. Вот, пожалуйста, горизонт. Помните, как на предыдущих видео было? Вот на пятой минуте. Видите, да, что высота примерно та же самая, но из-за того, что объектив широкоугольный, уже на этой высоте мы видим искажение. То есть, это исключительно широкоугольный объектив. Вот, на нашей девятой... То есть, эти чуваки с широкоугольным объективом пытаются нам впарить то, что Земля круглая и шарообразная. А чуваки с не широкоугольным объективом пытаются нам наоборот впарить, что Земля плоская. То есть, не навязывают нам идею шарообразности Земли. Посмотрим дальше. На пятой минуте камера поднимается все выше и выше. То уже видно, что уровень облаков уже на одном горизонте. Пожалуйста. Абсолютно ровный горизонт. Никакого искажения нет. В данном случае, на данной высоте искажения нет. Дело в том, что на данной... Ну, прекрасно видно, что абсолютно ровный горизонт. Видно, что шарик поднимается на высоту... Ну, вот, ровный горизонт. Здесь приблизительно 20, ну, может быть, 25 километров. В целом, не так уж и много, но, тем не менее, горизонт здесь вообще не имеет никакой кривизны. Вот так мы доказываем, что Земля плоская. Я почему... Сейчас обращаю ваше внимание. Я хочу, чтобы вы научились определять разницу между широкоугольным объективом и обычным объективом. То есть, смотри. Все, мы научились определять. Так, сейчас вот эта вот ракета с GoPro врезается в этот, в купол. Она летит вверх, летит, летит, вверх. Летит она с завихрением и крутится. Сейчас она врежется. Или она уже врезалась? Она уже, наверное, врезалась. На этом моменте, чтобы вы вот сейчас вместе со мной смотрели и учились определять, как работает. Ну, вот такие дела. То есть, уясните самое главное. Чем больше камера пускается? Ну, в общем, это показывает нам здесь Америку. Это Америка. Юго-западные штаты. Где-то наоборот, в противоположную сторону. Так, ну, где там ракета... Вот летит ракета. Летит ракета. Там горы снизу. Так, она летит, летит. У нее кончается бензин. Что ли, почему-то не шумит. Ну, что это? Она врезалась? Так, вот она куда-то врезалась. Либо она попала в зону невесомости, если космос реально существует. Либо врезалась в купол на высоте. Сейчас нам скажут, какой. Отпала ступень. Значит, это уже космос. Вообще, по-моему, она падает. Она куда-то вмазалась. Бумс. И... И падает. Теперь посмотрим еще одно видео. Стартовала ракета. Летит, летит. И так. Сейчас она опять куда-то врежется. Так, ну давай. Где щелчок-то? Сначала вы называете мне предположение, а я потом делаю замеры. Во сколько раз Северная Америка больше, чем Южная Америка? Вот я смотрю на глаз, ну, в полтора или в 1,75, но предположим, в два раза. Ну, меньше, наверное. Делаем замеры. Также берем самую крайнюю точку здесь и здесь. И получается у нас 5100. Ну, вот он перекрывает. То есть это 5000, соответственно, 5100. Вот, смотрим. 5100, да? Зафиксируем. 5173. Запомнили. Берем крайнюю точку здесь. Делаем замеры. Ну, даже по диагонали маленечко возьмем, вот сюда вот будет справедливо. Нет, ну, наверное, не справедливо. Вот так вот возьмем, да? 5100. Вот что хотите, делайте. Вот это расстояние и вот это расстояние одинаковое. Хорошо. В общем-то, по последним данным, сейчас я прочитаю, я это не могу запомнить. По последним данным, земля плоская, под куполом, на обратной стороне купола, на обратной стороне поверхности земли или купола. Короче, на обратной стороне, неважно чего, другой мир. За ледяной стеной Антарктиды еще 23 континента. То есть мы живем, мы живем, знаете, как фильм «Дивергент». Там такой, это все намеки, все эти фильмы, это же намеки. Мы живем как бы в кругу своей земли за стеной, как там город Чикаго жил в кругу Чикаго будущего. А там за стеной было неизвестно чего, и там оказались другие миры, как другие континенты, страны, раздолбанные все. Ну вот, а мы живем на плоской земле, под куполом, и еще 23 континента. Много фильмов намекают на это. Самый фильм такой, это же Джим Керри «Шоу Трумэна». Посмотрите. Еще и фильм «Сигнал», посмотрите, «Сигнал» так называется. Ну и вот эти «Дивергент», «Рсургент» фильмы такие, они намекают.